всем привет рада видеть вас на своем канале который посвящен вязанию меня зовут светлана и это будет видео о моем четвертом начинании февраля да это мое четвертое начинание и начинание такое скромненькая но все же я буду вязать шапку английской резинкой вот вы можете видеть перед собой образец это образец связан из ангоры которая у меня была кривая в лицевой глади вот я связала образец как видите он абсолютно ровный вот нитка смотала я ее моточек в клубочек я связала образец образец высотой 13 сантиметров я его уже измерила постиран высушен как можно видеть очень так на белом фоне не видно вот так очень пушистый пряжа не сыпется абсолютно ангора вот что в этой пряжи это хорошо это то что это ангора не сыпется вот буду вязать шапку шапку буду вязать английской резинкой указала пряжу так вот шапку я буду вязать отворотом у меня всего лишь 100 грамм этой пряжи как известно английская резинка забирает много пряжи в свое полотно поэтому я не знаю хватит мне пряжи 100 граммах 100 грамм пряжи на шапку с двумя отворотами если хватит я свяжу с двумя отворотами высота от ворота будет 10 сантиметров если же не хватит ну там будет оставаться немножечко я буду вязать одним отворотом вязать буду на окружность головы 56 сантиметров вот я написала высота шапки 22 сантиметра это когда отвороты отвернуты то есть шапка которую надел и ходишь да и плюс 10 сантиметров если это один отворот и 20 сантиметров если это будет два отворота плотность вязания вязала я на кубических спицах образец связала получается 22 косички но в одной кай вот таких вот косички ну как известно в английской резинке одна косичка это два ряда соответственно нужно пересчитать но высота как таково мне не важно мне нужна ширина а ширину сейчас я посчитаю вместе с вами почему я не считала потому что нужно распустить вот край стягивает он не даст достоверный результат а мне нужно достоверный результат как известно шанглийская резинка она очень тянется до в ширину как как видно она в длину у меня особо сильно не потянулась зато в ширину очень сильно тянется так вот чтобы правильно все посчитать чтобы шапка не была мешком чтобы она не спадала до чтобы она была на голове а не на глазах вот я хочу правильно посчитать для этого мне нужно распустить вот этот вот край закрытия который стягивает мою резинку так я чего-то тут запуталась сейчас мы все это распутаем да я думаю что это не очень интересное занятие сейчас я распущу пик подключу вот я распустила сейчас мы будем замерять ширину так вот я растянула замеряем получается 26 сантиметров это шапка шанс на голове будет растягиваться но я не так прям совсем совсем да ну так вот хорошо подтянул и получается у меня 27 даже сантиметров ладно пусть будет 27 тоже не сильно нет 26 напишу тоже не сильно хочется чтобы она прям по голове по голове было здесь 26 сантиметров теперь я сейчас пересчитаю сколько петель в одном сантиметре и сейчас подключусь ну вот я посчитала в одном сантиметре 1 целые 19 сотых петли как-то я нашла у мамы книгу которая посвящена вязанию шапок и там в рекомендациях этой книги было написано что для того чтобы шапка хорошо сидела по голове не было маленькая не спадала то от окружности головы отнимается 23 сантиметра и рассчитывается количество петель на вот эти вот сантиметры которые получены при отнимании ну вот у меня да вот наглядно 56 сантиметров это окружность головы отнимаю три сантиметра потому что это английская резинка два сантиметра мне кажется будет сильно мало у меня получается 53 петли 53 сантиметра простите 53 сантиметра я умножаю на одну целую 19 сотых петли то есть количество петель в одном сантиметре я получаю приблизительно 64 петли мне нужно набрать на шапку почему я округлила до четного количества петель потому что узор английская резинка подразумевает четно четное количество петель почему не в меньшую сторону ну я никогда шапки не округляю меньшую сторону и еще привела пример расчета когда отнимают от окружности головы 15 сантиметров или же 10 сантиметров при а если допустим отнять 15 процентов от окружности головы то получится что нам нужно набирать 58 петель если 10 процентов то 60 петель если честно я вязала неоднократно шапки отнимала 15 процентов это сильно много ну шапки это были в основном лицевая гладь или какой-то такой узор типа коз 10 под сантиметров смотря какая пряжа если пряжа хорошо тянущаяся то это нормальное количество если же пряжа не тянется то это тоже мало соответственно я буду пользоваться вот этим вот методом я им пользовалась неоднократный мне он нравится намного больше и я считаю так что если шапка к примеру больше на один сантиметр по окружности головы это не страшно почему потому что шапка женская у женщин есть прически да и так дальше поэтому да и я не люблю чтобы шапка была прям в притык впритык это такое впечатление что мозги выдавливает не люблю сильно облегающие шапки вот поэтому я буду так делать шапку вижу не себе это большая для меня шапка у меня окружность головы намного меньше скорее всего шапка это будет моей маме к тому же почему я еще себе не вижу эту жопку потому что этот цвет не подходит мне к лицу я становлюсь очень сильно бледной в таком цвете вот приступим к вязанию вязать буду сегодня очень мало потому что у меня сегодня очень мало времени и именно для того чтобы уделить вязанию мне сегодня много забот много вопросов поэтому провяжу совсем немного но сколько провяжу столько и покажу встретимся чуть позже ну вот все моя вся моя работа за сегодня немного но есть высота 6 сантиметров даже еще на величину отворота не связала но все же есть не знаю буду ли я сегодня еще продолжать вязать или нет если я провяжу немножечко я вам завтра покажу если же не продвинута показывать не буду но вам желаю побольше свободного времени на вязание побольше вдохновения хорошего настроения ровных петелек а мы с вами увидимся в следующем видео всем пока